Друзья, всем привет, с вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня у меня на канале будет обзор на смартфон среднего класса до 20000 рублей, Realme 12 5G. У меня на канале был обзор практически на всю номерную линейку 12-й серии. Уже фактически анонсированный, скоро поступит в продаже 13-я линеечка. И вот наконец-то, можно сказать, до меня добрался средний вариант 12 5G. 12 4G был на канале, 12 плюс 5G тоже, ну и конечно же прошка и про плюс у меня на канале были. А вот 12 5G доехал до меня только сейчас. А ведь этот телефончик довольно интересен. У него не самый плохой основной модуль камеры, IPS-экран с высоким разрешением и 120 герцами, что в наше время редкость засилия AMOLED-экранов, и довольно-таки неплохой процессор начального уровня Dimensity 6100+, который по своей мощности сопоставим с тем же G99, но с поддержкой 5G. И продается все это дело сейчас примерно за 18-20 тысяч рублей, в зависимости от версии. Ну и за эти деньги вы его можете купить, допустим, в интернет-магазине Play.ru, который как раз таки и предоставили мне его сегодня на обзор. Там же можно купить большое количество электроники и бытовой техники по самым низким ценам, так что если выбираете себе новый гаджет, проходите по ссылочке в описании. У меня версия средняя, 8 256, бывают еще версию на 128 гигов и 512, там будет уже 12 гигов оперативной памяти. Вы получаете зарядный блок 45 ватт, это в принципе неплохо, ну не 67 ватт, конечно, как у старших моделей, но и не 33, как у младших. Здесь также будет кабель Type-C, ну и естественно традиционный конвертик, где вы найдете инструмент для извлечения из сим-лотка, набор документации, ну и конечно же чехольчик с вырезом под камеру. Обычный прозрачный ТПУ-чехол, но для начала я думаю, что его вполне хватит. Телефон получил узнаваемый дизайн 12 номерной серии, с вот этой вот вертикальной полосой, которая имитирует строчку. Но если на старших версиях с эко-кожей она смотрелась как-то более-менее к месту, то в данном случае смотрится немножко чужеродно, потому что тыльная сторона у нас выполнена из пластика. Это матовый пластик, на нем практически не видны отпечатки пальцев, и его довольно сложно поцарапать. А вот боковина глянцевая, и это глянцевый пластик, который очень быстро заляпывается и покрывается царапинками. Так что, конечно, лучше всего использовать сразу же телефон с чехлом. Телефончик получился довольно легкий и тонкий, несмотря на то, что здесь IPS-экран, который тяжелее, чем AMOLED. В толщину он 7,6 мм и весит 188 грамм. На тыльной стороне, несмотря на то, что мы видим большую шайбу камеры, по сути модуль нормальный полноценный 1 на 108 мегапикселей. Также здесь присутствуют еще и датчика глубины и вспышка. Ну а четвертый глазок просто стилистический элемент. Ну а фронтальная камера в вырезе типа дырокол на 8 мегапикселей без автофокуса. По органам управления здесь все традиционно для большинства телефончиков Realme. С правой стороны у нас находится кнопка включения и клавиша регулировки громкости. В кнопку включения встроен сканер. На левой стороне пустота. Сверху у нас находится микрофон, сим-лоток с поддержкой карт памяти до 2 терабайт. С нижней стороны 3,5 мм. Приятно, что этот разъем здесь имеется. Микрофон, Type-C и динамик. Экранчик, несмотря на то, что это IPS в принципе неплохой с точки зрения контраста, цветопередачи и насыщенности. Он действительно неплох. Хотя понятное дело, что по яркости не может сравниться с хорошими AMOLED матрицами. Тем не менее, на улице вы вполне себе можете пользоваться телефоном за счет того, что максимальная яркость здесь приближается к 600 нит. Будет не так, конечно, комфортно, как с AMOLED. Но, повторюсь, вы сможете воспользоваться телефоном. Тем более, что здесь есть дополнительный ползунок повышения яркости, который как раз таки отлично справляется с повышенной яркостью на улице. У экрана есть ряд настроек, в том числе цветового режима. Яркие цвета, естественные, плюс цветовая температура. Также можно, естественно, выбрать частоту обновления экрана. Автовыбор стандартную 60, либо высокую 120. Понятное дело, что 120 Гц в основном вы будете видеть в меню и в некоторых приложениях. Процессор не настолько мощный, чтобы вытягивать 120 Гц в каких-то игрушках. Но, тем не менее, здесь все работает очень плавно и шустро. Интерфейс очень и очень хорош. Здесь у нас, естественно, Realme UI 5-й версии. Он построен на базе 14-го андроида, ну и Realme нам обещает два полноценных обновления. То есть, в принципе, по идее, Android 16 этот телефончик должен получить. Да, конечно, это не рекордные показатели, как у Samsung, допустим, или у Pixel. Но, тем не менее, для недорогого телефона даже два полноценных обновлений. Это неплохо. Ну и здесь мы видим краткотехнические характеристики. Здесь имеется, естественно, расширение АЗУ виртуальное, но я всегда советую его выключать. Как показывает практика, оно скорее мешает, чем помогает. Оболочка действительно мне очень нравится. Она гораздо легче, чем MIUI и даже HyperOS. Даже на недорогих телефончиках Realme UI работает очень классно. Здесь есть большое количество различных настройок и стилей. Можно настроить даже значки и шрифты. В общем, действительно, эта оболочка позволяет все очень тщательно кастомизировать и настроить под себя. Имеются различные дополнительные настройки. Можно выбрать как жесты управления, так и на экранные клавиши. Также имеется разделение экрана, плавающее окно, динамическая кнопка. Ну и даже вот эта вот мини-капсула, всплывающая в верхней части, которая в последнее время стала популярна. Ну а с точки зрения производительности, никаких откровений. Dimensity 6100+, в принципе, плюс-минус равен тому же G99 по производительности, но зато поддерживает сети 5G. Друзья, ну а если вы не знали, у меня также есть телеграм-канал, где я на регулярной основе публикую самые выгодные предложения по смартфонам, электронике и различным гэджетам на Алиэкспресс и наших маркетплейсах. Яндекс.Маркет, Мегамаркет, Озон и так далее. Так что обязательно подписывайтесь, если хотите быть в курсе самых выгодных предложений на электронику и смартфоны. Это можно сделать, просканировав QR-код по подсказке сверху, либо же пройдя по ссылке в описании. В Antutu 433 тысячи попугайчиков мы получаем довольно неплохой результат. Тот же PUBG, Call of Duty, Stand Off, Asphalt идут на высоких настройках без проблем. При желании даже Genshin можно запустить, но уже, естественно, опустив все настройки графики на минимум. Но то и дело, будут возникать различные подлаги и фризы, особенно в пылу борьбы, когда много врагов на экране. В Geekbench вы получаете 560 баллов на одну ядру и чуть более 1800 на все 8. В общем, довольно неплохой показатель, но, скажем так, такой крепкий середняк начального уровня. Что приятно, процессор совершенно не троттлят. Телефончик постоянно остается холодным, даже если его сильно напрягать. На 100 потоках в троттлинг-тесте мы видим абсолютно зеленый график и в районе 210 гипс-производительности. Внутренний накопитель здесь стандарта UFS 2.2. Конечно, хотелось бы уже видеть UFS 3.1, но опять-таки это недорогой телефон, поэтому ему простительно. Ну и скорости вполне средние для этого типа накопителя. По 500 мегов мы видим на запись и на чтение. С точки зрения модуля коммуникации, здесь у нас все нормально. Полный джентльменский набор. Поддерживается два диапазона Wi-Fi 2.4.5 ГГц, Bluetooth 5.2, ну и конечно же модуль NFC. 500 мегабит выдает мне провайдер и при подключении по 5 гигагерцам я получил в районе 300 на скачку и примерно 225 на загрузку. Всегда тестирую модуль GPS, для меня это важно как для автомобилиста. Здесь в принципе телефончик и порадовал, и не порадовал одновременно. Довольно быстро он нашел спутники, это плюс, но к сожалению точность не самая высокая, как и не самое большое их количество было в использовании. Хотя я тестировал все это вне пределах города, можно сказать, что в чистом поле. В общем и целом Яндекс.Навигатором можно пользоваться без всяких проблем, но как говорится видели результаты и получше. Чем еще порадовал телефончик? Это неплохой автономностью. Dimensity 6100 довольно энергоэффективный процессор, построенный по 6-нанометровому техпроцессу. Здесь у нас 5000 аккумулятор и поддерживается 45-ваттная зарядка, которой нужно примерно час для полного заряда телефона. Ну и при довольно активном использовании вы получите примерно полтора дня работы при 7,5-8 часах экрана, а если будете не так сильно напрягать телефончик, то и двое суток получите тоже. Ну и с точки зрения звука здесь тоже все неплохо. Стереодинамики. Нижний динамик полноценный, но верхний традиционно комбинированный. Здесь имеется небольшое отверстие вывода звука, но основной звук идет именно через слуховой динамик. И он немножко тише, чем основной. Тем не менее, громкости здесь с запасом и, в принципе, как музыку слушать, так и киношки слушать можно без проблем. Ну и с точки зрения фото и видео возможностей здесь все довольно неплохо. Но опять-таки мы все уже давно привыкли, что телефончики даже за 10 тысяч рублей научились снимать хорошо. Основной модуль здесь Samsung HM6. Он на 108 мегапикселей. Это заслуженный модуль, который встречается во многих телефонах в наше время. И он позволяет делать очень неплохие кадры. Несмотря на то, что выделенного телевика здесь нет, вы можете использовать трехкратное цифровое приближение практически без потери качества. Да, понятное дело, что если увеличивать картиночку сильно, то будут видны какие-то искажения и мыльцо, но для социальных сетей этого будет достаточно. Цветопередача хорошая, цвета натуральные, довольно неплохой динамический диапазон. Так что на улице в яркий солнечный день можно комфортно поснимать. Да и в помещении тоже этот модуль совершенно не пасует, демонстрируя очень неплохое качество фотографий. Фронтальный модуль здесь скромный на 8 мегапикселей без автофокуса. Тем не менее, вы можете делать неплохие фотографии. В принципе, здесь опять-таки придраться к чему-то сложно. Но вот с точки зрения видеозаписи, к сожалению, телефон не сильно вас порадует. Всего лишь Full HD 30 кадров в секунду как на основной, так и на фронтальный модуль. Но по крайней мере, при записи на основной модуль вы получите электронную стабилизацию, и картиночка будет довольно плавной. Давайте посмотрим на примеры видео и будем резюмировать. На основной модуль камеры Realme умеет снимать исключительно в формате Full HD 30 кадров в секунду. 60 кадров здесь нет, как не до 4К. Но единственное, что действительно радует, то что картинка относительно плавно вы получаете стабилизированный режим. И даже во время движения картиночка остается довольно четкой и плавной. Это действительно большой жирный плюс. Детализация неплохая для Full HD. Динамический диапазон тоже неплох. Давайте посмотрим фокусировку. Вроде бы неплохо. Так что при желании поснимать, конечно же, можно, но исключительно в формате Full HD 30 кадров в секунду. На фронтальную камеру опять же Full HD 30. Картиночка неплохая, нерыхлая. Довольно детализированная. Я даже могу разглядеть волоски на лице. В принципе, и цветопередача тоже радует. В общем, придраться особо не могу к возможностям записи на фронтальный модуль. Естественно, назвать это видео каким-то шедевральным нельзя. Это не камерафон все-таки. Но при желании поснимать, конечно же, можно. Ну и опять-таки, при ходьбе нельзя сказать, что картиночка плавает или прыгает. Она остается довольно плавной. Так что поснимать влоги в движении тоже без проблем можно. Realme 12 5G получился довольно неплохим смартфоном. За свои деньги так уж точно. Понятное дело, что это не игровой смартфон, да и не камерафон тоже. Это крепкий середняк. Но, тем не менее, при цене чуть-чуть больше, чем Realme 12 4G, я бы все-таки присмотрелся и выбрал именно эту версию. Телефончик получился чуть более шустрым, получил неплохие фотовозможности. Так что я думаю, что понравится многим. На 7 я буду заканчивать. С вами был Айз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!